Несколько лет назад развлекованных книг «Малопотенкина», а сейчас появился английский автор Саймон Себаппин «Феорик». Потрясающий писатель, просто потрясающий. Он пишет так, как должен писать историю. Он пишет свободно, легко, прочувственно. Он написал две книги, «Екатеринные потенки» или «Потенки» или «Потенки». Ну, кто-то издает их наш знаменитый московский писатель Акунин. Он сейчас завелся в историческую библиотеку. Ну, вы знаете, когда мне эти книги попали в руки, я прям вообще не сплючитаю, чтобы только не оторваться от книги, на том она хорошо написана. Мне очень не кажется, ну, у тебя не права, что мы расстоим с историками, преподавателями, историками, и страшно ошибиться, страшно неправильно почувствовать. А если ты правильно чувствуешь, фактически ошибки растяются. Без фактических артектов не будет ни одна книга. Ну, возьмем еще, вернемся к Екатерине, которая пишет детские сказки. Я вот сейчас, как поняла, и задумалась, как должен написать детскую книгу. Вот на ней сейчас лежит одна очень серьезная задача. У меня и мои коллега, у нас как будет здорово, в рамках министерских, мы должны написать детскую книгу о Петре. Учитывая, сколько книг по Петре написано. Вот мы делаем это всем миром. Одна моя молодая коллега, мои двоих детей, она подсказала концепцию книги. Другие мои молодые коллеги подобрали какой-то патологический материал. Ну, вот я взяла на себя смелость все это как-то обобщить. Но сегодня мой заместитель, у которого 10-летний внук пришел и сказал. Села, сказала, интересно. Я отдала внуку своего друга Еленбакова, внуку своего партнера Кришкинского и внуку своего заместителя Шибера. Трое детей и 10-летних у меня читают в книжке. Я его спрашиваю, Галерия говорит, а что ему было интереснее всего? Он говорит, не скажу. Что же ему было интереснее всего? Он мне говорит, все пиевище, все шутейший с собой. Значит, вот так. Причем, видите, я же отдаю себя отчерстно. Я так резко получу. Мне, скорее всего, не скажут, постесняются. Все постесняются сказать, что что-то не да. Постесняются сказать, что что-то надо переделать. Ну, вот такая вот детская реакция. Все пиевище с собой. Елена Тарая писала хорошие сказки детям. Сейчас, может быть, они уже не будут читаться. Мне очень нравятся ее китайские сказки. Она вообще в какой-то определенный момент своей жизни принялась китами. В откуда-то пошел китарбовский, китарбовский китайский борец. Она считала Конфукция самую великую трудность прошлого. Она очень любит китайскую мудрость. И вот когда при дворе появилось это выражение китайская мудрость. Ну, и огромное увлечение китайским противородным искусством. Ну, он у Иосифа Петра, но и Китина его поддержала. Теперь давайте вспомним увлечение жизни. Ну, тут на первый слава встает ваша верная подруга Мария Федоровна, которая действительно немного умела. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...